Так, Клаудия, Тумсо, а почему о лорде ничего не слышно? Его понизили в должности или уволили, может кто знает. Ну почему же его не слышно? Тумсо, изменилось ли твое мнение об Украине и украинцах после начала войны в Палестине? Они ведь поголовно поддерживают Израиль. Тимур, Дикий, знаешь, ты боишься? Я его очень сильно боюсь. Не знаю, что это, но очень страшно. Так, я хочу начать тему с арки. На площади, минутка, Рамзан Кадыров дал сделать арку практически один в один такую же, как арка в форме замочной скважины в отеле Атлантис в Дубае, в злосчастном отеле Атлантис. По всей видимости, Кадыров таким образом хотел для себя создать какую-то уютную атмосферу в Грозном, когда он будет ехать, допустим, там в Хоси-Юрт или из Хоси-Юрта обратно в Грозный, или просто передвигаться там, проезжать площадь-минутка, он будет переноситься мысленно в Дубай. То есть, то место, которое ему нравится, которое так близко его сердцу, он решил его как бы, он не может же сам Дубай и сам отель Атлантис подтянуть, но вот какой-то такой уют он для себя решил создать. То есть, смысл в том, чтобы некие флешбеки у человека бывали, раз видит эту арку, какие-то воспоминания, как он хорошо отдыхает на побережье этой пальмы, на своей вилле в этом отеле. А мы тут с коллегами сейчас сидели, эту тему обсуждали и подумали, ладно, у Рамзана Кадырова, допустим, приятные воспоминания об этом отеле, но есть ведь в семье Рамзана Кадырова люди, у которых воспоминания может быть не совсем приятные, а может наоборот они и приятные. Мы, короче, не смогли определиться с этим вопросом, это для этих людей, этот флешбек, он приятный или неприятный, это болезненные воспоминания или наоборот позитивные, приятные. Два человека, как минимум участвовавшие в этой вечеринке, они скоропостижно скончались, погибли, их убили, наверняка какая-то травма есть по этому поводу. Думал ли Рамзан Кадыров, когда говорил своим строителям, архитекторам, мэру Грозного, когда говорил, произносил, думал ли он, что это все так обернется, что там потом воспоминания будут не совсем однозначные, как минимум. Я не знаю, пусть они лучше нам ответят, это приятные или неприятные, но они по-любому неоднозначные. И, к сожалению, два человека, для которых эта арка тоже была очень важна, у которых тоже были, у них, скорее всего, были приятные воспоминания с этой аркой, их нет с нами, их нет в живых. Но мы их будем помнить, их имена увековечены, в истории их имена по-любому увековечены, потому что они, эти два человека, Абдул Керим Эдилов и Барс, они нанесли урон Кадырову, который не нанесил еще никто. Поэтому ребята в любом случае вошли в историю. Так, Клауди, о том что, а почему о лорде ничего не слышно? Его понизили в должности или уволили, может, кто знает. Но почему же его не слышно? Его слышно недавно, буквально. Рамзан Кадыров награждал его супругу. Медалью «Мать-героиня», по-моему, он его наградил. И во время этого награждения присутствовал и Магомед Иудов, тоже мелькал. Его не понизили, не уволили. Он занимает должность руководителя, председателя регионального парламента. Это официально второе лицо в регионе, в российском. Иерархия такая, что на федеральном уровне у них есть две палаты. Там как бы вот это... Вообще на федеральном уровне есть президент, есть премьер. И руководители, эти председатели двух палат, они как бы занимают второе, третье, четвертое место. А в региональном парламенте, в регионах там по-другому. Там глава региона, премьер-министр, это... Ну, наверное, он, да, это второе лицо, исполнительная власть. Или хотя, может быть, руководитель парламента второй. Кто из них второе лицо, как вы думаете? Премьер или... Короче, даже если, япон Клаудия, дело в том, что на Лорда поступила жалоба из собачьего свинкер-клуба. Поэтому госдура РФ забрала у него карту вип-клиента. Он, кажется, пытается обжаловать решение. Мы бы хотели, чтобы на Кавказе были объединены этносы, войнахи, дагестанцы, черкесы, аланы, картвеллы. В каком смысле объединены? Если ты имеешь в виду просто, чтобы в неком союзе, в братстве жили, то да, это нормально. Если ты имеешь в виду, чтобы создать один этнос, то это, наверное, невозможно. Потому что мы все-таки разные этносы, разные языки, разные культуры, обычаи, традиции. Совершенно разные. Иногда удивляюсь даже, два народа, которые прям бок о бок живут столетиями, настолько оказываются разными в каких-то элементарных каких-то моментах, обычаи, традиции, кто как справляются, свадьбы, допустим. В общем, такие вот моменты, и ты видишь, что абсолютно по-разному. То есть где-то то, что, например, в одном народе является нормой, для второго является вообще радикальным какой-то, радикальным нарушением этикета. То есть такие моменты, поэтому, конечно, нет, один этнос организовать никак не получится. Да и нет желания такого. Официально пример был бы вторым, то в Чечне же работает все немножко по-другому. Там не должность делает человека, а человек делает должность. Поэтому там второй человек, это Магомед Иуда. И все у него, насколько я знаю, нормально. Если жену награждают орденами, значит, все хорошо у человека. Привет, Томса, расскажи причину того, что ты проснулся во время нападения на тебя. Рассказать причину, почему я проснулся во время нападения. Ну, как тебе сказать, когда тебя мутузят молотком, ты либо просыпаешься, либо наоборот отключаешься. У меня произошло первое. Я, хвала Аллаху, проснулся. А если бы отключился, то, наверное, я бы сейчас не сидел, не отвечал здесь на ваши вопросы. А вообще это логично, когда тебя кто-то будит, ты просыпаешься. А этот человек меня так оригинально разбудил ударом от молотка по голове. Видите? Я удивляюсь тем людям, которые тебе пишут, как ты думаешь, как ты считаешь. Просто смешно. Ты для них какой-то знаток политики, военный стратег. Ты обычный сбежавший мигрант. Просто эфирист. Абсолютно верно, ты говоришь, Иван Иванович. Но, понимаешь, жизнь она такова, что не обязательно мнение экспертов должно интересовать людей. Ну, просто человеку интересно. Ты же бывает, что с другом своим в кафешке встретился чай попить. И тебе интересно, что он о чем-то думает. Вот я такой друг, мнение которого просто интересно, чтобы сверить часы. Думает ли твой друг так же, как и ты? Бывает поделиться мнением. Не смотри на это так радикально. Томсо, изменилось ли твое мнение об Украине и украинцах после начала войны в Палестине? Они ведь поголовно поддерживают Израиль. Ну, смотрите. Изменилось ли у меня мнение по поводу российско-украинского конфликта? Нет, не изменилось. Но разочаровала ли меня официальная позиция Украины? Конечно, разочаровала. Очень сильно. Огорчила. И я, по-моему, еще тогда говорил об этом. Вот как начались эти события, я был подписан на очень много украинских телеграм-каналов. Я отслеживал ситуацию. Как только начались события в Газе, я отписался от всех украинских каналов. Потому что сердце просто не выдерживало этих военных стандартов, этого лицемерия, которое там родилось. Когда бьют по украинской, допустим, больнице российской баллистической ракетой, это плохо. Когда бьют по больнице в Газе израильской ракетой, это так и надо. А что вы, мол, что вы хотели. То есть вот эти вещи, конечно, они очень сильно огорчали. Но тем не менее, того, что официальная позиция украинских властей по этому поводу огорчает, это не значит, что теперь это нужно, что мы это интерпретируем там на всех украинцев. И это не значит, что вопрос российско-украинского конфликта, он как-то меняется из-за этого. Конечно, в этом вопросе позиция неизменная. Но в целом это, конечно, очень сильно огорчило. Особенно неприятно это для тех чеченцев, мусульман в целом, которые сегодня на стороне Украины сражаются с Россией. Для них это вообще неприятная ситуация, потому что они там находятся, они бок о бок с украинцами воюют. И тут такая позиция, конечно, это нехорошо. Субтитры создавал DimaTorzok